40-летний мужчина, который прежде вел разгульный образ жизни, отсидел в колонии полжизни, настраивается и немного волнуется. С минуты на минуту он поведет избранницу к алтарю. После встречи с Земфирой, признается осужденный, его жизнь повернулась на 180 градусов. Переосмыслил поступки и захотел не просто семью, а такую, чтобы под духовной защитой. Да и супруга, говорит Алексей, подстать, преданная, решительная, да и вообще красавица. Мы радостно, что вы решились, тем более зная настойчивость вашей супруги Зинаиды, не первый год, она уже упрашивает нас для того, чтобы официально, вот перед листом в церкви, этот брак был заключен. Причащается раба Божия Зинаида в оставление грехов меня и в жизни вечную. Аминь. Пара семь лет назад познакомилась в горноалтайском следственном изоляторе. Их обоих подозревали в тяжелом преступлении. Зимфиру оправдали, а Алексей остался под конвоем на долгие 20 с лишним лет. Видимо, я вовсе гоняла от себя. Почему? Ну, потому что не верила в ничего. А что заставила поверить? В его настойчивость. Как отобивался? Ой, в силе, в тебя не верил. Как бы я обратил на нее внимание, спросил, как зовут, как бы в ответ услышал, что как бы Зимфира. Правда, мне неправда, но не душая закон, как бы передавать стараться записки. Это запрещено переписка, как бы даже шел на это. Сотрудники колонии говорят, что для обоих венчание – осознанный шаг. У Алексея впереди еще 15 лет заключения, а у Зимфиры 15 лет ожидания и редких встреч с мужем. Но женщина уверена, ее любви и терпения хватит преодолеть испытания временем и расстоянием. Валентина Аскерова, Александр Антропов. Наши новости.